Сегодня говорим о тембре голоса. А если мы говорим о тембре голоса, мы говорим о своей идентичности, о своей неповторимости, о том, какая у нас личность. Тембр голоса – это то, во что можно влюбиться. Тембр голоса – это такая зона влияния на других людей, потому что через тембр голоса мы можем влиять на других людей. то вот как может могут некоторые обволакивать своим тембром да и как и певцы и просто люди как слышишь колос такой а во-первых сразу узнаешь то сразу узнаешь и думаешь какой ты как приятно вот хочется слушать этот голос хочется слушать наверняка у вас такое бывало вот и не только для певцов а для людей которые просто просто как все все общаются в общении тембр голоса очень важен потому что иногда это просто первое и очень важное впечатление тембр голоса то почему нас узнают а вот я например звоню в клининговую компанию а мне говорят а вы наш постоянный клиент хотя они так часто обращаются однако уже запомнили мой тембр и уже меня узнают а вот тембр голоса может изменяться конечно же у нас в зависимости от того какие чувства мы испытываем сейчас он может становиться звонче от гнева да он может быть звонким от радости дай по-другому звучит голос мы транслируем это все он может быть печальным тут таким потухшим да таким не неярким незвонким да и мы сразу чувствуем что с человеком да однако мы сейчас больше говорим о том о наших обертонах вот набор наших вот и наших только наших обертонов голоса и тут очень важно сказать что нужно делать чтобы раскрыть эти обертоны полностью чтобы этот голос вот мы транслировали всю нашу гамму присущую именно нам обертонов потому что если у человека например зажата гортань если у него высокое дыхание если у него зажатое дыхание если у него вот что-то с его аппаратом голосовым происходит какие-то зажимы конечно это влияет на тембр голоса это как он транслируется то как он воспринимается приятен ли он и так далее он например может быть очень резким если зажата гортань да так вот что нам нужно чтобы тембр голоса звучал во всей своей полноте это конечно правильная постановка голоса это правильное дыхание опоры на дыхание это свободная гортань это свободные все наши резонаторы ролик по дыханию по началу так сказать вокального вокального пути и собственно это или начало просто хорошего разговора на дыхание у меня есть этот ролик называется вокальное дыхание приглашаю всех посмотреть этот ролик думаю что он может помочь очень многим именно вот кто недоволен да что что он как бы хочет облагородить то свой голос когда мы правильно дышим когда мы правят открываются все наши природные резонаторы то голос звучит более благородно да вот вот такая вот очень важная тема и еще что тут хочу сказать что иногда тембр голоса совершенно неожиданным может быть да вот например подходит человек высокий красивый вдруг каким-то резким высоким голосом начинает говорить да вот такой какой-то диссонанс то получается такое бывает или там какой какая-то маленькая такая хрупкая женщина и вот таким вот она голосом разговаривает тоже очень интересный момент и очень интересный момент что голос наш нас может выдавать то может выдавать наши эмоции а наоборот мы можем при этом научиться владея своим голосом владея своими обертонами а наоборот руководить своими эмоциями правильно общаться с людьми иметь на них влияние создавать нужное впечатление в нужный момент до нужную эмоциональную окраску то че только через владение голосом мы это можем сделать вот и приглашаю конечно всех опять же такие на свои вебинары на свои уроки для того чтобы развивать свой голос и приглашают просмотр своих естественно роликов с вами была мария ли пинская приглашаю вас на свой youtube канал в instagram facebook до наших новых видео встреч